Всем здравствуйте, кто у нас тут в сети, пока никого нет, но всё равно всем здравствуйте. У нас в очередной раз мы встречаемся по поводу совместной разработки на питончике. Да, напоминаю, что настала пора регистрации наших проектов потихонечку, совместных. Напоминаю, что совместный проект нужно делать не в одиночке, но не обязательно оба участника проекта должны получать за это оценку. Потому что меня интересует в первую очередь то, как вы работаете с этим репозиторием, как вы делаете соответствующие задания. Соответственно, объединяться можно с кем угодно. Чисто формально, после обсуждения со мной, можно даже, например, поучаствовать в каком-то существующем большом проекте своими коммитами. Там, правда, будет проблематично выполнить все условия, предъявляемые к совместному проекту, но, может быть, это и не так страшно. Я говорю, надо обсудить со мной. В общем, напоминаю, что у нас в этой половинке семестра будет разговор про инструменты поддержки разработки проекта. Сегодня у нас будет разговор про стили программирования, комментарии, строки документации и соответствующие инструменты, которые позволяют это проверять. И в вашем семестровом проекте должен быть как раз полный набор этих инструментов, потому что за каждый присутствующий инструмент вы получаете по одному баллу, если проверяющий будет доволен результатом. Начать, видимо, стоит с того, что есть целое сообщество. В какой-то момент сообщество Питон, вокруг Питона стало таким большим, что оно начало расслаиваться на разные такие мелкие, более мелкие, менее балкие сообщества. Например, Python Code Quality Authority, и ещё мы помним Python Package Authority, PIPA. Пайтон Package Authority, кстати, к этому сообществу мы ещё придём, потому что у нас будет одна из лекций, связанных с пакетированием и диплойментом. Но сейчас целое сообщество, которое, собственно, занимается чем? С одной стороны, разработкой некоторых стандартов по соблюдению Code Quality. С другой стороны, аккумуляцией и поддержкой инструментов, которые этот самый Code Quality позволяет поддерживать на уровне. Мы сегодня увидим сразу несколько инструментов, которые активно используются в бою и которые как раз здесь представлены тоже. Прежде чем мы пощёлкаем в какие-нибудь инструменты, щёкать мы сегодня будем мало, будем в основном разговаривать. Это ещё связано с тем, что у вас сейчас будет такой этап регистрации семестровых проектов, и задание по нему по семестровому проекту будет не очень большое. Поэтому не так много технических вещей мы сегодня посмотрим, но тем не менее посмотрим. Так вот, прежде чем вообще смотреть какую-то техническую часть, некоторое количество разговоров. Первый кусочек разговора о том, что такое вообще дисциплина разработки, из-за чего она нужна. Потому что, особенно когда вы приходите работать в какую-нибудь крутую компанию, под понятием дисциплины разработки подразумевается нечто, на мой вкус, вполне противоестественное. Вам спускают сверху какие-то страшные шаблоны, и ваш код обязан этим шаблонам соответствовать. Хотите вы того или нет, а главное, вы совершенно не понимаете, зачем вы это делаете. Иногда вам объясняют, что ваш лид решил, что так проще читать код или что-нибудь в этом духе, на этом всё. То есть, в случае, когда спускаются сверху какие-то непонятные гайды, вы должны просто их тупо соблюдать, вообще-то понятие дисциплина выглядит извращённым, это такая дисциплина, как мера послушания. Что, в общем, неправда. Дисциплина – это мера ответственности. И в действительности, когда речь идёт о дисциплине разработки, в частности, о дисциплине оформления кода, речь идёт о том, как вы отвечаете перед вашими товарищами, с которыми вы совместно разрабатываете этот проект, насколько вы готовы идти им навстречу, а они готовы идти навстречу вам. В первую очередь, безусловно, роль у дисциплины разработки техническая, потому что мы с вами в прошлом семестре видели в DAO Python сказано, что readability counts. Очень важно, чтобы ваш код читался, а это значит, что очень важно, чтобы он был нормально оформлен. В действительности, у понятия readability counts есть ещё одно интересное побочное свойство. Если чуть-чуть договориться с собой и товарищами по проекту, можно оформлять код не только исходные тексты программы читаемыми, но и автоматически распознаваемыми. В этом смысле будет удобно тому же вашему лиду или группе аналитиков порождаемый командой код еще и анализировать на предмет каких-то макро-высокоуровневых проблем. Мы сегодня чуть-чуть поговорим про это, про код смел, про высокоуровневые проблемы, но тем не менее вот в этом смысле readability тоже можно соблюдать, если вы соблюдаете дисциплину разработки. В частности, применяйте аннотации везде, где это можно, комментарии пишите согласно специальному синтаксису, об этом мы будем говорить несколько позже, не сегодня, и так далее. Надо сказать, что любой, я думаю, здесь присутствующих сталкивался с таким эффектом, что если пишешь программу, не заботясь о ее внешнем виде, то через неделю ты ее не можешь даже прочесть, не говоря уже о том, чтобы понять, что она делает. Очень типичная для начинающего разработчика картина, когда он не соблюдает дисциплину оформления, потому что у него прямо сейчас в голове все и так понятно, весь алгоритм сложился, все структуры данных представлены. Но стоит сменить контекст, кэши становятся холодными в вашей голове, и потом их обратно оживлять очень-очень тяжело. Вторая половинка дисциплины разработки – это ее социальная роль. Я уже сказал, что дисциплина не есть мера послушания, а есть мера ответственности, но эта ответственность, в том числе ответственность перед коллективом. Человек, который входит в состав некоторой команды, принимая те стайл-гайды, которые в этой команде считаются обязательными, демонстрирует, что он готов с ними сотрудничать. Фактически это прямо с первым же коммитом видно. Человек пришел, что-то такое начал коммитить, ему говорят, мужик, у нас есть гайды, он говорит, извините, сейчас переделаю, коммитит в соответствии с гайдами. Или ему говорят, мужик, у нас есть гайды, он говорит, идите вы сами, я как хочу, так и коммичу. Чувствуете разницу по части работы в команде? Поэтому это своего рода следование дисциплине, это своего рода социальный контракт, на котором, в частности, и на нем тоже держится сообщество особенно свободное. Потому что если вы пришли мотивированные исключительно какими-то деньгами на работу, и стоит вам заплатить на несколько процентов меньше, вы будете искать другую работу, то понятное дело, что за эти деньги работодатель вам может навязать какую угодно дисциплину. В свободных сообществах, где исповедуется принцип свободы входа и выхода, если дисциплина будет неудобной для участников, то они просто туда не придут. А если она будет удобной для участников с разумным компромиссом, чтобы не спорить о вкусах, тогда эффективность будет наблюдаться. Важно понимать, что дисциплина разработки это не догма, мы это тоже видели в Дао Питона, где было написано, что все ошибки должны быть явными за исключением тех ошибок, про которые вы явно сказали, что они по умолчанию пропускаются, ну или что-нибудь такое. То есть дисциплина разработки не является регламентом, который запрещает вам делать по-другому, а является рекомендацией, и всякий раз, когда вы нарушаете эту дисциплину, например, пишете очень длинную функцию или вынуждены написать в комментариях на английском или русском языке алгоритм вашей функции, потому что реализация неочевидна, каждый раз, когда вы нарушаете дисциплину разработки, вернее не следуете ей, у этого есть какая-то объективная причина, зачем вы это делаете. Утверждение, что исключение подтверждает правило, означает буквально следующее, что если нечто ощущается как исключение, значит правило точно есть. Если вы не следуете дисциплине разработки, потому что ситуация требует ее обойти, значит так там и будет. Теперь, собственно, относительно дисциплин. Есть основополагающий документ, так называемый ПЕП-8, я кажется, говорил, что разработка языка программирования Python происходит таким образом, происходит таким образом, что есть аккумулятор так называемых Python Enhanced Proposals ПЕП, которые любой человек в комьюнити может предложить в специальное место, оформить эти пропозиции в соответствии с требованиями, чтобы всем было понятно, что ты предлагаешь, замотивировать людей, сказать, почему этот пропозал хорош, какую проблему имеющуюся он решает, описать проблему, описать, как он решает. И в идеале еще приложить вариант решения, то есть собственный код, который реализацию этого пропоза предлагает хотя бы такую тестовую. Дальше идет обсуждение, дальше это что-то принимается или нет. В частности, ПЕП-8 это один из самых-самых первых ПЕП, предложенных лично Гвинда, но, как видите, отредактированным еще двумя известными членами Python-сообщества Барри Ворсу и Ником Когловым, который говорит о том, как вообще-то хорошо бы оформлять исходный код, исходный текст ваших программ. Короче говоря, есть очень неплохой перевод, был очень неплохой перевод на русский, рекомендации к оформлению кода, если их тут нету, можно попробовать почитать очень сильно по диагонали сам ПЕП. В основном рекомендации по оформлению кода в ПЕП-8 относятся к прагматике языка, то есть не к использованию синтаксических конструкций, а к тому, как расставлять пробелы, заименовать переменные, какой ширины строка должна быть, где должны быть пробелы, где не должны быть пробелы, сколько пустых строк между, допустим, определениями функциями должно быть и так далее. Из того, что мы с вами уже более-менее знаем, рекомендация, чтобы отступ был размером в 4 пробела известные, допустимые 2,8, но почему-то 4 кажется нормальным. Это что касается реформатирования отступами. Был какой-то разговор про табуляции, но в текущем варианте этого ПЕПа табуляции как символ не рекомендуется вообще использовать в коде на питоне. Единственное, что нам говорит наша Дао Питона, не видоизменяйте код, если не приведет к изменению его поведения, то есть не улучшай какой-то рады его красоты. И если у вас где-то уже есть в втором коде табуляции, оставьте их там. Довольно строгое требование максимальной ширины строки в 79 символов, оно связано с очень глубоким легаси, который идет из середины прошлого столетия. Это стандартная ширина экрана аппаратного терминала последовательного, 80 на 25 символов. До какой-то степени, какой-то вид кода действительно можно форматировать так, чтобы он шириной был не более 79 символов, но если вы пишете в таком разляпистом объектно-ориентированном стиле, почти наверняка вы не уместитесь в такую ширину. Тем более, что современные экраны позволяют, допустим, вот так вот сделать. Здесь уже 157 по ширине и 51 строчка по высоте. Не знаю, видно ли вам, скорее всего, не очень, а мне в общем довольно прилично видно. Современные программисты, вы видели, как они делают, они работают вот с такими мониторами, где вот таким вот шрифтом вот такие вот строки. Поэтому вот это требование PEP8 относительно ширины экрана может быть как раз переопределено, если вам это не так нужно. вот что еще в PEP8 такого интересного? В длинных строчках считается правильным, чтобы операция, по которой вы разбили длинную строчку, была в начале строки, ее так видно лучше. Плюс, минус, плюс, минус, а так видно хуже. Пустые строки. Пустые строки ставятся где угодно по усмотрению, но современный стиль оформления кода требует, чтобы между определениями классов и определениями верхнего уровня функций было две пустые строки обязательно дополнительно, а между определениями методов в классе как минимум одна. Ну, не как минимум, одна. Не рекомендуется свальный импорт через запятую модулей подряд, и это по многим причинам неудобно. Хотя из одного модуля можно приимпортировать сразу несколько символов, это пожалуйста. дополнение вашего кода пробелами. Довольно часто рекомендуется вставлять пробелы в арифметической операции, причем вот так по Пеппу считается неправильным, а вот так по Пеппу считается правильным. Кстати, какой-то из форматировщиков, которым я пользуюсь, он делает вот так, и это, конечно, обидно. Не рекомендуются вот такие страшные конструкции, они ломают глаза на самом деле. Конечно, мы выровнены по знаку равно, это очень прикольно, очень графично. Но читать это, в общем, тяжеловато. Вот это можно прочесть как х равно 1, а это можно прочесть как х равно 1. Ещё где-то здесь потерялись рекомендации по именованию. А, ну, перевод строки после ифа, не делайте строчку, естественно. Вообще не пишите строчку на питоне, это дурной тон. И где-то тут потерялись имена переменных. А вот они, не потерялись. В именах переменных есть два, ну, в рекомендованном стиле именования переменных есть три вещи, относительно которых хочу сделать замечание. Вещь первая. Считается нормальным переменной именовать маленькими буквами константы, или точнее переменной, которую вы не будете менять, именовать большими буквами. А классы именовать CamelCase, да, вот так вот. Вы тогда сразу на взгляд будете различать эти принципиально разные сущности, принципиально разные объекты в тексте вашей программы. Если маленькими буквами, то переменные или функции, если большими буквами, то это константы, если CamelCase, то это класс. Но это не догма, можно использовать так называемый Mixed Case, когда у вас... Хотя нет, тут написано, что угли. Чего категорически не рекомендуется использовать, это венгерскую аннотацию. Если кто не знает про венгерскую аннотацию. Венгерская аннотация – это изобретение мрачных венгерских гениев, которые работали в фирме Microsoft где-то в 50-е что ли годы. Надо сказать, что венгерский язык – один из самых сложных языков европейских, он контекстом условленный. Венгерская аннотация – это ситуация, когда вы в имя переменной включаете семантику её использования. То есть, например, у вас есть буфер для байтов, и вы так и пишете байт буфер имя, или у вас есть строка, которая предназначена для вывода сообщений, вы так и пишете MSG имя. Проблема с венгерской аннотацией состоит в том, что чёткой специфики, как номинировать семантику использования переменной, вот этот товарищ так и не разработал. А более мелкие менеджеры, которые заставляли служащих программистов Microsoft использовать венгерскую аннотацию, перепутали семантику с типом, и всё это финишировало в том, что в имя переменной вставлялся её тип. Это, конечно, до какой-то степени удобно, знать, что эта строка действительно строка. Особенно на питоне, где мы можем взять и одним и том же именем назвать какой угодно объект. Но нет, это не в таком виде, это не применимо. В общем, венгерскую аннотацию использовать не рекомендуется. Ну вот, это вторая вещь, о которой я хотел рассказать. Первая – это про большие и маленькие Mixed Case. И третья вещь – это забавное, где-то тут вскользь от Гвида есть замечание, вскользь, что не надо использовать имена переменных И большое, L маленькое и О, потому что И большое и L маленькое похожи на единицу. У кого из вас есть Mac, попробуйте, там вот в моношеринных шрифтах, ну прям вот опа. В общем, есть такие шрифты, в которых единица и L выглядят вообще одинаково, или и большое, и L маленькое выглядят вообще одинаково, отличаются на один пиксель. Или О и 0 выглядят вообще одинаково и отличаются никак. Поэтому не рекомендуется их использовать, Хотя традиционно считается, что настоящий программистский шрифт, наоборот, должен быть таким, чтобы они отличались. Вот это у нас О большое, так это не О, вот это О большое, а это 0. Или это И маленькое, а это И большое, нет, И большое, а это L маленькое. Или, например, ну короче, вы поняли, да, и это единица. Вот в этом шрифте мы, конечно, не зная, как выглядит L маленькое, можем спутать ее с единицей, но видите, на самом деле они совершенно различны. Тем не менее, такая рекомендация, где-то Гвидо об этом проговорился, ну и дальше началось. Что началось дальше, мы поговорим потом, потому что давайте продолжать про дисциплину оформления. Помимо ПЕП-8 есть еще 257 ПЕП, который описывает, как оформлять строки документации. Мы помним, что в питон самый документирующийся язык, в нем все функции, методы функции, объекты, в смысле классы могут быть задокументированы прямо с помощью специальной строки, которая хранится внутри класса или метода, или функции. И ПЕП-257 описывает достаточно примитивные требования к тому, как документировать функции. Первое, значит, что тремя двойными кавычками строки документации обозначаются именно и всегда тремя двойными кавычками. Так будет проще отличить их от других строк. Второе, что соблюдается конвенция однострочник или однострочник, однострочник, или одна строка короткая и несколько строк с пояснениями. И кажется, всё. Довольно простая конвенция, которая помогает людям жить. И кстати сказать, мы с вами будем говорить про программное документирование текста, про техническую документацию. Там эта конвенция, как ни странно, выдерживается, хотя ничего странного здесь нет. Напоминаю, что документирование исходных текстов с помощью строк документации приводит к тому, что у вас... Давайте попробуем что-нибудь такое. Вот смотрите, я запустил ПДОК-3. Это документация по модулю ре, который занимается регулярными выражениями. Смотрите, какая красивая документация. Вот описание, вот классы, вот методы, вот всякие функции внутри неё. У каждого из них приличное описание. Можно, например, почитать re.search. Я хочу только напомнить, что всё это происходит... Сейчас, секунду, я найду место. А, вот оно. Всё это происходит не с помощью каких-то чудесных внешних инструментов, а просто потому, что в модуле re.p есть строки документации. Вот эта строка документации к самому модулю, то, что мы с вами видели в начале этого help. Вот эта строка документации, допустим, к функциям, которые внутри этого модуля определены. Ну и так далее. Кстати, обратите внимание, они не следуют конвенции этого самого. Однострочник, пробел, пустая строка, многострочник. А вот здесь следует. Мы помним, что конвенция, то бишь рекомендация, не есть регламент. Никто вас не будет убивать за то, что вы не задокументировали, например, вот эту функцию. Просто значит, к ней не будет документация. Ну вот, значит, вообще, как мы уже видели в прошлом семестре, любой файл может быть модулем. Соответственно, по любому файлу, какой бы вы файл ни написали, вы очень быстро получите документацию с помощью pdoc. Ну, в общем, вот. Насколько полностью описывает логику работы функций в docstring? И как понять, как будет? Логику работы функций в docstring описывать не следует. Мы об этом сейчас поговорим. Вот. Сокращенец замечает, что шрифт красным по-чёрному не увидел никто. Ну да, боюсь, что это так. Давайте попробуем тогда ещё более. А, я знаю. О, так-то увидели. Что они все отличаются в моём шрифте, который я использую. Традиционно в терминальных шрифтах все эти буквы отличаются. Но мало ли у кого какие-то традиции. Значит, на вопрос Алексея отвечаю относительно того, как глубоко стоит документировать логику работы функций. Начнём с того, что в питоне есть два вида документирования исходного текста. Это docstring и комментарий. Разница стоит в том, для кого вы пишете этот текст. Docstring вы пишете для пользователя вашего класса, для пользователя вашей функции, для человека, который, вообще-то говоря, вызвал пыдок. Вот для кого вы писали лишнее окошко. Что? Это help, да. Это не просто по сути help. Если уж быть до конца честным, это он и есть. Сейчас, смотрите. Мы об этом тоже в прошлом году говорили. Это и есть help. Собственно, когда вы говорите help что-то, вызывается пыдок. Это ровно он. Найдите три отличия. Это и есть help. То есть, вы здесь документируете то, что хотел бы знать пользователь вашего класса, про ваш класс и методы вашего класса. В комментариях комментарии обращены к разработчику, к вашему коллеге по этому проекту, который вместе с вами разрабатывает тот же самый текст. То есть, не тот человек, который хочет воспользоваться вашим классом, а тот человек, который хочет что-то доделать в вашем классе. Комментарии. Да, количество комментариев в питоне несколько меньше, чем в обычных языках программирования, потому что большая часть приезжает, естественно, в строку документации. Давайте почитаем, что пишется в строке документации. Допустим, research описывается, какие параметры у вашей функции, что она в целом делает и какие результаты она возвращает. Не описывается, как именно она работает. Мы про это еще поговорим, но общий критерий такой, если вы написали такой текст на питоне, для понимания которого требуется текст на русском, который рассказывает, как он работает, передумайте, напишите другой текст на питоне. Да, readability counts. Если ваш код на питоне прочесть нельзя, у вас проблемы. Иногда бывает так, что алгоритм настолько невероятно сложный, и вам хоть как-то удалось его реализовать, и вы не представляете себе, как его переписать понятным образом, тогда допустимо в комментариях написать, что делает ваша программа. Но любой code smell, любая ситуация, когда текст на питоне требует пояснений на естественном языке, это подозрение на неаккуратность, неряшливость, невразумительность, вот это все. Нет, должно быть, просто комментарии они не рассказывают. Комментарии это как commit-месседжи. Они не рассказывают, как вы решали задачу, но они рассказывают, какую задачу вы решаетесь. Например, вы в функции можете разместить куски, блоки кода, в которых написано, здесь я подготавливаю данные, здесь я обрабатываю данные, хожу в интернет, здесь я подготавливаю результат таким-то образом. Чтобы человек, который за вами правит код в комментариях, сразу понимал, в какую секцию лезть. Это мы забегаем вперед, но давайте забежим, раз уж мы туда забежали, в этот самый вперед. Ни что, а как, ни что и как, а зачем и почему. То есть какую задачу решали и почему выбрали такой вариант. Вот что хочет видеть в комментариях ваш товарищ. Что ваша функция делает, написанная у нее в строке документации. Как она работает, написано на питоне. А вот зачем она такая и почему она не могла быть другой. И это повод для разговора с потенциальным читателем вашего кода. Есть такие очень смешные принципы. Один называется dry, don't repeat yourself. А другой называется write everything twice, то бишь wet. Оба этих принципа являются, разумеется, крайностями. Оба могут проходить по статье code smell. То есть если вы пишете так, что вот нигде не повторяетесь, даже в тех местах, где надо бы в двух разных местах объяснить, это значит, что у вас есть некоторый специфик вашего кода, он суховат. А если наоборот, вы описали код на питоне, а потом еще написали его на русском, то это типичный мокрый код, согласно этим принципам, конечно. Ну вот, все, что можно объяснять на Python, надо объяснять на Python. Это я рассказал, это я рассказал. Надо сказать, что строки документации содержатся прямо в ваших объектах, это мы уже знаем. Вот она. Ну и, соответственно, во всех методах будут строки, это мы уже знаем. А вот для того, чтобы выковырять комментарии, на самом деле в питоне есть достаточно простой механизм, это модуль inspect get comments, который, в общем, вполне понятно, как работает. Сейчас. Он просто выковыривает из синтаксического дерева то, что в синтаксическом дереве помечено тегом, как комментарий. Сейчас давайте посмотрим, как это делается. Сейчас еще скажем импорт ре, допустим. Ну вот, давайте принт ему скажем. Как видите, в этом самом модуляре вообще нет комментариев, там все, видимо, считается достаточно очевидным, кроме копирайта. Вот. Ну, вполне может быть. А вот в SIS вообще нет. А, SIS же это внутренность питона, какие-то комментарии. Модуль SIS очень интересный, он не существует в виде файла на диске. Это кусок самого питона. Тоже ничего нет. Ну, короче, видите, очень часто комментариев даже не бывает в исходных текстах питона. Хотя, казалось бы, вы помните, есть такие дисциплины программирования, где говорят, что в вашем коде должно быть не менее одной четверти строк с комментариями, бла-бла-бла-бла-бла. Для питона эта метрика неприменима, потому что есть строки документации, которые решают 80% всех задач. Поэтому комментариев там гораздо меньше. Хотя, есть такая, я бы назвал не опасная ересь, если бы автором не был Дональд Кнут наш любимый. Поэтому у меня язык не поворачивать, называйте штуку ересью. Есть такая дисциплина разработки, которая называется literate programming, который придумал ни много ни мало, значит, Дональд наш Кнут. И идея состоит в том, что вы сначала пишете рассказ о том, как работает ваша программа, от начала до конца, рассказ, эссе. А потом вставляете между строчками этого эссе кусочки кода. Надо сказать, что в некоторых случаях на очень высокоуровневых языках типа Haskell отлично заходит literate programming. Отчасти и на питоне тоже. Идея состоит в том, что вы сначала себе очень чётко формулируете, как работает программа, а код на высокоуровневом языке программирования воспринимаете как такой комментарий. Взяли, что-то такое поделали, и опять такой рассказ, абзац. Потом раз, три строчки, значит, ещё что-то поделали, опять абзац. У него очень много всяких pitfall, очень много всякой критики. Но подход очень интересный, на самом деле. Подход очень интересный. И если вы внезапно решите, что в вашем комьюнити для вашего проекта подходит именно literate programming, вот эти все метрики по количеству комментариев versus количеству кода будут совершенно другие. И это мы сбежали вперёд и поговорили про комментарии. Сейчас я какую-то знаю байку про комментарии. Байка была такая, значит, недокументированный код на C падает в каком-то определённом месте. Падает и падает. Заглядывает в исходники. В исходник никаких документаций, только есть комментарии, в котором какое-то число с надписью RIP. Ну, типа 1769 RIP. Слово RIP, естественно, ну, rest in peace, естественно, вызывает подозрения. И люди начинают отчаянно гуглить, что это за число такое, почему именно в том месте, где падает программа, стоит комментарий. Выясняется, что это какой-то порт, аппаратный порт компьютера, начинают исследовать этот порт, с этим портом всё нормально, туда никто ничего не пишет, в комментарии код. Программа падает. В конце концов дозваниваются, а программист давно уже уволился. Дозваниваются до этого, программисты говорят, слушай, мужик, у нас тут код падает вот в этом месте, написано 1765 RIP. Почему? Что ты делаешь с этим портом? Он говорит, я ничего не делаю с этим портом, это год смерти Баха. Я решил, что это интересно, всем будет знать, что… Не знаю, когда умер Бах, но вы поняли. Вот такая вот история. Комментарии должны быть значащими. Итак, на докстринг тоже существует стандарт. И в вашем проекте я попрошу его использовать. На этом сайте Python Code Quality Authority есть множество инструментов, предназначенных для анализа кода и выявления в нём отклонений от стандарта. В первую очередь это код, основанный на EPEP-8. Есть довольно мощный инструмент, который называется P-Code Style, который, собственно, этим занимается. Давайте прямо сразу на хомпейдж мы сходим. В том числе ругается на переменную и большое. Вы, наверное, могли встретиться с этой ситуацией, когда я вот здесь вот пишу программы, я говорю по фэн-шую, не по фэн-шую. Это как раз ровно оно. У меня этот самый Flake 8 встроен в редактор. Сейчас мы найдём какой-нибудь Python. О, вот здесь вот явно вот эти вот красные сообщеньки слева, это сообщеньки от верификатора исходного текста. Естественно, кажется, эта программа работает, не помню. Но главное, что, видите, мне произносится всевозможное ругать на то, как я оформил свою программу, что тут всё не так, как надо. Вот, это довольно старый код. Он довольно, видите. Как это выглядит с точки зрения программиста, который будет этим пользоваться? Ну вот мы ставим какой-нибудь Flake 8. Он уже стоит, небось. Он ставит с pip install, разумеется, как всё что-то мы делаем в Python. И мы говорим Flake 8, а он говорит, смотрите, сколько ошибок у вас. В всём этом, видите, статус E, ошибка. Ошибка не с точки зрения синтакса, а ошибка с точки зрения несоответствия дисциплины оформления исходного кода. Надо сказать, что в подавляющем большинстве своём Flake 8 оправданно предъявляют претензии. Давайте попробуем отформатировать этот код. Что там ему не нравится? Ему не нравится, что у комментария нет пробела в начале. Это просто очень неудобно читается, этот символ можно пропустить. Поэтому, пускай в комментариях пробел в начале будет. Ему не нравится, что перед определением функции не две строчки пустые, а одна. Время от времени кажется довольно глупостью. Пустой тратой пространства разделять классы и функции верхнего уровня двумя строчками пустыми. Но через некоторое время ты понимаешь, что так гораздо удобнее смотреть, особенно если вы видите не вот такой код, а какой-нибудь сейчас покажу. А вот такой. Ещё раз, профессиональный программист, который наблюдал, у них ещё мельче шрифты. Мы это называем криптошрифты. Когда ты заглядываешь из-за плеча человека, ты не можешь подглядеть, что он программирует. Я вижу, что там разноцветные точечки обычно в таких случаях. Соответственно, когда у тебя большое количество кода на экране, вот эти двойные пробелы между строками, они прям спасают. Так, а давайте мы сохраним этот файл. Так, что здесь не так? Здесь она хочет, чтобы я правильно расставил пробелы. Здесь она хочет, чтобы я правильно поставил пробелы. Здесь она тоже хочет, чтобы я правильно поставил пробелы. Когда-то в молодости я плохо ставил пробелы. Лишнее. Так, здесь она хочет, чтобы было две строчки. И здесь она хочет, чтобы было две строчки. Здесь я опять не расставил пробелов. Ну, короче, вы меня поняли. Сколько там осталось? Там много всего ещё. В общем, мне надоело, но вы поняли, что вот смотрите, здесь неправильно расставлены пробелы вокруг статического оператора, здесь не хватает лишней строки, здесь нет пробела вокруг сравнения, здесь нет пробела вокруг деления, ну и так дальше, и так дальше, и так дальше. Вот. Пристаёт как только может. Здесь опять, значит, вот. Вот. Надо сказать, что приукрашенный, да, приведённый в соответствие с PEP8 код, действительно выглядит гораздо более читаемо. Помимо P-код-стайла, с которым мы сейчас имели дело, есть ещё парочка интересных модулей. Один называется PFLX. PFLX – это модуль, который может найти потенциальные ошибки в вашем коде. Можно сейчас почитать, что он умеет. У меня есть какая-нибудь документация. А есть у него, видите? Мне интересно, что он хочет. Ну, давай попробуем, дайте его просто… Он же стоит у нас. Ну, там ничего нету. Да. А чего-нибудь более… О! Эк его. Раз это самое. Раз зависло. Нигде он не находит ничего страшного. О! Ну, вот, смотрите, это ошибки, которые, ну, более или менее ошибочные ошибки. Например, он говорит, что вы импортировали, но не использовали некоторый символ. Возможно, вы хотели его использовать, но забыли или что-нибудь такое, да. Или, например, он говорит, что у вас используется F-строка, но в ней нету форматных символов. Может, вы забыли их туда вставить. Ну и так далее. Давайте посмотрим, кстати, как это выглядит, если его… А! Флейкс тут не включён. Да? Да? Не включён. Да, не включён. Да. Ну вот, значит, хотя вот тут он начал, вот он перестаёт… О! Пустая строка в конце. И тут пустая строка в конце. Вот. Это, значит, что касается Flake. Flake – это, значит, такая неоднозначность кода, которая, возможно, произошла потому, что вы что-то забыли. И, наконец, макап. Макап – это статический анализатор, который может показать некоторую усложнённость кода. Например, у вас цикл, вложенный в условный оператор, вложенный в цикл, вложенный в условный оператор и вложенный в цикл. Понятное дело, что читать такую ерунду довольно тяжело. О! Пепи завёл свой собственный блог. Сегодня. Ну окей, спасибо, дорогие, будем читать. Вот. И спамят об этом. Значит, да, то есть… Где там макап? Макап. Макап может проверять, насколько у вас слишком вложенная функциональность и ещё кое-какие штуки. Давайте опять же попробуем посмотреть, может быть, есть в документации более чёткое описание. Цикломатик комплексити. Вот эта штука в основном измеряет. Вот есть некая историческая статья 2008 года Неда Батч Элдера про структурную сложность программ на питоне. Вот эта та самая статья и превратилась в код макап, который тоже, в общем, анализатор. Вот. В индустриальном программировании на питоне используется гораздо более адовая штука. Она называется Black. И это такой инфорсер довольно жёсткий, существенно более крутого набора требований к исходному тексту на питоне, чем PEP8. Вот. И ещё одновременно форматировщик этого кода. Вот. Я очень не люблю Black за то, что он немножко, вот у него такой странный юзабилити, например, он без спросу модифицирует ваш код. Вы запускаете Black ими файла, он раз его и поправил. Вот. И вот такого там довольно много, вы сейчас это увидите. Вот. Поэтому, если уж использовать форматоры, ну Black, понятно, это универсальная штука прибиваемая. Есть ещё Yet another Python форматор. Вот. Он более интересен, насколько он вообще живой. Не очень он живой, 21-й год последний релиз. Есть AutoPEP8, это довольно древний инструмент. Нет, смотрите, 3 марта 2023 года вышел. Вот давайте его попробуем и поставить. AutoPEP8. Как мы его назвали этот файл? Вот он выдал новый вариант, давайте его попробуем. Давайте попробуем их сравнить. О! Ну вот, смотрите. Вот он нам навставлял, это исходный вариант, это результат. Вот он нам навставлял пустых строк, вот он нам навставлял пробельчиков. Вот он нам, ну короче, он нам всё расформатировал. Вот он нам здесь пробельчик вставил, где он тут был пробельчик? Вот здесь вот. Ну короче, все претензии относительно PEP8, или почти все претензии, он должен был… Вот, смотрите, в этом файле у нас куча претензий, а в этом файле нет, есть какие-то. А что же ему не нравится-то? Сейчас, секунду. Нет, в этом файле претензий нет. Вот, пожалуйста, AutoPEP8. Давайте ради прикола поставим ещё black, чтобы вы увидели, почему я его не люблю и почему, наоборот, его люди любят. Сейчас сначала скопируем, потом скажем black.zeros.py, и обратите внимание на то, что он на нас, не спросясь, взял реформ… Во-первых, он выдал какую-то разноцветную хрень с эмодзи, некоторых эмодзи у меня нету. Это утилита командной строки, которая в сообщениях эмодзи. Ну, the Python way, я понимаю, но всё равно это как-то… Я даже не знаю, как… Откуда их вообще добыть, эти эмодзи? Я не знаю, как их увидеть, эти эмодзи. Нет, тут ни одной эмодзи нет. Короче, я не знаю, как увидеть эти эмодзи. Это, видимо, нужно какой-то шрифт специальный ставить. Вот зачем всё это? Во-вторых, как видите, он нам взял, переформатировал файл, не спросясь. То есть я его просто запустил, а он вместо того, чтобы выводить куда-то, прям взял и переживал наш файл. Зато он умеет во всякие штуки… Ой. Нет, он совершенно одинаковый. Совершенно одинаковый. Единственное, что он поменял, это этот самый… Да, ну это я как раз хотел сравнить между тем, как Afterpep 8, и видите, разница только в том, что он строку документации поменял. Ну, в общем, Black очень развесистая штука, очень круто настраиваемая. Её чаще всего используют для больших проектов, где нужно очень строго инфорсить стиль разработки. Тем более, что его запускаете, шмяк, Black и ужас красивый текст. Да, да, да. Точнее, не Black 8 и Palin, а Black 8 и PyDog Style. Потому что есть ещё штука, которая проверяет, правильно ли у вас оформлены Dog Style. Да, 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 это просто пакет под названием PyDog Style. Вот. И… Ну, всё тот же Zeros, например. Она скажет, что у вас нету Dog Strings. Чего же вы такие, ребята, Dog Strings не определили? У PyDog Style есть очень забавное свойство. Я его всегда показываю. Давайте мы сейчас… Да, PyLint – это альтернатива. Да, вот смотрите, что они пишут. Что бывает Flake 8, а бывает PyLint. Вы можете вместо Flake 8 плюс PyDog Style использовать PyLint и вот. Мне всё равно, лишь бы у вас и то, и то проверялось. Можно использовать PyLint, да. У PyDog Style есть довольно забавное свойство. Я его очень люблю показывать. Давайте мы задокументируем вот тут вот. Так. Ну, во-первых, она требует, чтобы все описания заканчивались, все однострочники заканчивались на точку. Окей. Хорошо. Но всё ещё интереснее. У неё есть претензия к описанию функций simple root калькулятор, потому что слово simple ничего не значит. Вы написали слово «поразица», как говорит мне PyDog Style. Не пишите слово simple. Точно смешно. Ну, с другой стороны, как вы понимаете, неспроста так сделано. Мы помним, что если человек не знает, особенно в поэтической или литературной речи, не знает, какой эпитет приделать к явлению, предмету или человеку, он говорит «какой-то странный». Вот так же и здесь. Если мы не знаем, какой эпитет приделать к нашей функции, мы говорим «простая» или «обычная», «бэйзинг». Вот не делайте этого. Дальше больше есть всякие штуки. Вот мы уже видели макап, который анализирует на структурную сложность ваш алгоритм. «Пылинт» — это отдельный проект, который умеет во всё, и в частности он умеет в статический анализ тоже. А есть такой проект «бандит», который умеет находить всякие ошибки потенциально опасные. Переименование переменных, смысл смены их типа, использование неиспользованных переменных и так далее, можно почитать. Тоже интересная штука. Что он делает? Он формирует синтаксическое дерево, а потом жует это синтаксическое дерево на предмет наличия в нём конструкций, которые могут быть потенциально опасными. Вот, кстати, давайте попробуем его тоже использовать. У нас же есть «бандит»? Нету. Во! Ничего не нашёл. Ладно. Кого там мы… Тоже ничего не нашёл. Я так хорошо пишу, что ли? Или это он такой не бандитистый бандит? Ну, короче, не знаю. Не знаю, что… Всё равно не вижу ни одной ошибки. Ну, давайте ещё пару раз попробуем, и если не получится, забьём на это. Вот. О! Нашёл! Что он нашёл? Use of possibly insecure function. Он Eval нашёл наверняка. Точно! Говорит, у вас тут Eval. Вы хорошо подумали? Ну, все мы помним, да, что если Eval вычисляет произвольную строку, то в эту строку можно заложить абсолютно что угодно, включая удаление всех файлов с вашего компьютера. Вот. Поэтому Eval нашёл. Бандит нашёл Eval. Давайте двигаться дальше. Есть совершенно отдельная тема, мы ей посвятим целую лекцию. Она называется MyPy. MyPy – это проект, который начинался когда-то как такой side project, связанный с поддержкой статической типизации в Python. Статическая типизация в языках программирования нужна в первую очередь для разработки больших и сверхбольших проектов, когда любое отклонение от информационного пространства может привести к тому, что вы потом не найдёте, где ошибка. Статическая типизация очень удобная штука также для самых-самых маленьких людей, которые не могут в голове соблюсти дисциплину использования переменных и кладут туда всё подряд, например, а потом забывают, что они туда положили, и так дальше, и так дальше. Значит, начинался он как такой совсем-совсем side project. Сейчас в Python, в самом Python поддержка статической типизации – это прям целый отдельный класс синтаксиса и специальные модули типа typing и так далее, и так далее. Вот можно почитать, сколько пепов в Python посвящено статической типизации. Это то, что развивается в данный момент очень-очень активно. В первую очередь, например, компания Microsoft вкладывается в это дело. Видимо, они хотят как раз забить на свой C-sharp и писать большие проекты на Python. Ну, как хотелось бы надеяться. Гвид работает в Microsoft и одно время активно очень вкладывался в MyPy. Он, кажется, до сих пор является одним из основных монтейнеров MyPy. Давайте посмотрим. Ну, вот он, Гвида. Один из основных контрибьюторов. Такие дела. Да, так вот, это дисциплина оформления исходных текстов на Python со статической типизацией, то есть ситуация, когда вы заранее определяете с помощью аннотаций, какого типа у вас все переменные, какого типа возвращаемые значения и так далее. Как вы понимаете, это тоже имеет прямое отношение к нашей теме, к дисциплине оформления исходного кода. Код при этом становится намного более толстый. Примерно четверть его занимает, пятая часть его занимает, собственно, описание этих типов. Но зато очень много ошибок у вас отлавливаются на уровне проверки с помощью MyPy, а не в рантайме, не дай бог, в процессе боевой эксплуатации. Вот, значит, про автпеп и блэк мы поговорили. Немножко разговора снова бла-бла про то, насколько ПЕП-8 является четким строгим регламентом, или же это какой-то такой стандарт, от которого можно отклоняться. Когда люди, вдохновившись восьмым ПЕПом, написали самую первую проверялку ПЕПа, она так и называлась ПЕП-8, Гвидо пришел в ужас. Гвидо сказал, ребята, я вам рассказал, как я делаю, а вы из этого какую-то икону смастерили, да еще и линейку. Соответственно, прикладывайте к этой линейке вообще любой код, это ужасно, так не надо делать. И он процитировал известного философа, такого мыслителя Ральфа Эммерсона, про безрассудную согласованность, foolish consistency. Идея состоит в том, что мы, если начинаем молиться, начинаем слишком сильно увеличивать значимость вот этой согласованности, consistency, соответствуя всего всему, в какой-то момент мы забываем про смысл, про то, зачем мы это делаем. Внезапно оказывается, что весь код, который мы пишем, должен в первую очередь не работать, а быть согласованным. В вашем коде должно быть не менее 10% комментариев, говорит Project Leader. Что делает, в конце концов, делает программист? Пишет специальную программу, которая вставляет комментарии. Возможно, даже эти комментарии будут какие-то похожи на осмысленные, потому что он, например, перед каждым циклом будет вставлять, а это цикл, перед каждой функцией будет вставлять, а это функция. И внезапная согласованность есть, смысла нет. В общем, Гвидо процитировал Эмерсона. Вот есть статья на Хабре, наверное. Нет, личная статья некоторого человека, который разбирается, почему это так. Не надо ставить цель впереди средств, не надо делать лучше то, что и так работает, не надо верить в то, что применение инструмента сделает лучше, ну и так далее. Значит, теперь относительно дисциплин оформления, которых у нас вообще-то существует довольно много, и это не только дисциплина расстановки пробелов, это довольно развеситые гайды, которые позволяют использовать некоторый единый стиль в коде, который вы разрабатываете. И вот тут много ссылок, я прям не буду на них особо заглядывать. Просто имейте в виду, что такая штука, как дисциплина программирования, формализованная, оформленная в виде книги, текста и так далее, тоже существует и не в единственном экземпляре. И это не только, ну давайте, не знаю, посмотрим вот здесь, это не только про лексику, видите, да? Здесь мы указали явно, какие у нас параметры. Здесь мы воспользовались некоторым свойством, неявно. И эта функция внезапно будет работать даже в тех случаях, где вы не хотите. Вы ей можете передать, например, три параметра, и она внезапно заработает, а вы этого не хотите. Вот человек, который читает вот такой код, не знаю, видно, не видно, вот такой код, поймёт, что в вашей функции два параметра, и он возвращает словарь из этих параметров. Человек, который читает вот такой код, поймёт, что в вашей функции неизвестное количество параметров, и он возвращает словарь из всех этих параметров это две абсолютно семантические для абсолютно разных код то что они одинаково работает с двумя параметрами это совпадение если вы хотели сделать так делайте так не делайте так ну и вот такого рода такого рода значит советы как правило очень важные как раз в соблюдении именно совместных разработок именно именно дисциплина совместной разработки вот кроме того в этой книжке как она кстати довольно старая но все ночи хорошие в этой книжке есть всякие удобные лайфхаки для распаковки например вот такая да если к вам приезжает сложный объект вы его можете распаковать указав слева вложенные вложенные если вам приезжают вложенные последовательности может можете легко распаковать указав слева архитектуры сложных последствий вот ну и так дальше в общем я рекомендую к ознакомлению посмотреть в эти самые да так еще одна тема связанная с темой майпай эта тема аннотации вот на самом деле их надо надо совместить потому что это одно и то же дайте я так вот давайте просто договорю потом договорю то что хотел сказать и на этом мы закончим аннотации мы знаем что это такое да это способ способ описать типы параметры функции возвращаемых значений полей класса вот этого всего эти типы как мы уже говорили самого начала еще в прошлом году не являются синтаксически не являются значимыми не помню как это как правильно это слово сказать короче говоря их можно вполне игнорировать вы можете описать тип стр передать туда число и работать с числом но существуют специальные проверяторы и мы майпай это самый главный из них и такой уже почти что канонизированный которые будут смотреть на эти типы будут их сравнивать будут проверять в принципе вы можете пользоваться аннотациями без динамической без статической типизации просто аннотирование как создание как такой способ документирования вашего кода очень удобная вещь соответственно так вот да значит у аннотирование много достоинств помимо того что помимо того что это удобнее читать хотя некоторым неудобно потому что это получается там на несколько на на изрядное количество процентов длиннее просто есть специальные оболочки там к тому же не знаю к тому же пич арму или там эклипсу или чему-то еще которые позволяют существенно быстрее быстро разрабатывать сразу с подстановкой нужных типов и проверять это еще в момент написания кода вот естественно усиливается надежность вот ну в общем вот имейте ввиду что аннотирование полезная штука именно в плане дисциплины разработки в последнее время я очень часто встречаю что в командах строгой дисциплины разработки по аннотированию кода надо сразу сказать что опять таки это регламент это не регламент а рекомендация потому что иногда бывает очень сложно аннотировать то что вы делает ваши функции вот и когда мы будем говорить про это когда мы говорили про это в прошлом семестре мы забирались в такие дебри что там в некоторых случаях какие-то generic типы приходится изобретать ну короче если вы превращаете превращаете аннотирование в регламент вам придется программировать почти как на c++ тяжел вот последнее что я хотел сказать у нас осталось пять минут это что еще может так случиться с вашим кодом не так кауд смел как вот тот самый кауд смел да ваш код выглядит как-то не так дам нельзя нельзя на него натравить специальный проверяющий который скажет как именно не так он выглядит вас а вот все равно что-то не то из того что мне встречалось на практике такое паскалеобразное программирование в столбик это конечно ужас вот и если вы видите что у вас много 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 таких каких-то операторов столбик это повод задуматься хорошо ли вы знаете питон вот и точно ли вы то что хотите вы делать то есть вот то что то точно ли то что вы делаете это она вот значит короче говоря возвращаясь к нашему этому самому к нашим наблюдениям еще один способ который очень сильно процветает в языках с слишком жесткой типизации например в старых в старых вариантах джава некоторые языки программирования слишком жесткой типизации провоцирует программирование копипастой если вы не умеете например в том же c++ в как это называется мета мета программирование да нет ну короче в темплейты да то вы будете копипастить одни и те же куски кода просто потому что у вас нет возможности унаследовать один класс от другого это вам не питон где типизация утиная то бишь динамическая вот динамическая вот так же самая ситуация со старым джавой кажется новым джавом тоже да то есть там нужно для того чтобы это сделать описать специальный интерфейс потом наследовать интерфейс ну короче сложно и как все равно это там упирается в программирование копипастой отлаживать это ужасно значит лапша это к сожалению я не нашел примеры и времени у нас нету для этого примера лапша эта ситуация когда вы вместо того чтобы редизайнить код дописывайте в него костыли вот он падает потому что у вас там где-то индекс становится равным минус единицы вы проверяете на то чтобы индекс был не равен минус единице вместо того чтобы модифицировать алгоритм чтобы дах вообще никогда не было имениться там нужно еще одно дополнительное действие сделать вы его просто дописываете вот это дополнительное действие в конец цикла вот ну вот и так далее так далее вот получается ужасный такого размера размера код который потом отложить тоже нельзя Еще одна опасность – писать на питоне как на лиспе, потому что в питоне есть функциональные элементы, и вообще-то программу на питоне можно написать в строчку, но нельзя. Можно написать, но нельзя писать так. Очень важный момент – хорошо знать язык программирования, потому что очень часто вот этот странный, дурнопахнущий код получается просто потому, что вы написали не по питоне, цикл по счетчикам вместо того, чтобы сделать фор по последовательности, такой типичный пример и так дальше. Ну и наконец про магическое число. Я сегодня уже рассказывал байку. Любое число, которое вы используете в качестве константы, номера порта, количества элементов, любую константу нужно оформлять по имени, а не использовать в виде числа внутри кода. Потому что, допустим, у вас есть 100 элементов в массиве, а еще у вас есть максимальное значение, количество, не знаю, коробок в ящике – это тоже 100. И пойди отличи по коду одно 100 от другого 100. Взяли, заменили 100 на 101. Выяснилось, что у вас теперь в массиве 101 элемент, количество коробок в ящике тоже 101. Не знаю. Думаю, что нет. Думаю, что вы сами в какой-то момент наткнетесь на это, потому что любое магическое число – это Тоба. Вот здесь вот. Ну, скажем так, если я это увижу, то мне будет нехорошо. Но формально это не является претензией. Вот. Ну, чтобы закончить, у нас тут в чатике появился некто Игорь К, который прямо в ютубном чатике говорит, можно завтра к вам прийти, работу пересдать. Вот. А еще через 5 минут – эй, дед. Нет, нельзя, Игорь К. Спасибо. Ну что, есть вопросы. Значит, в домашнее задание будет входить добавление флейка или пылинта, иппадокстайла или пылинта в качестве проверки кода. Ваш код весь должен выдавать ноль ошибок флейкам, иппадокстайлом или пылинтам. Вот. Ближе к концу семестра мы вставим туда еще автоматизацию, и при отчете, когда вы будете сдавать семестровый проект, вы будете показывать, что у вас нет вот этих ошибок. Вот и, собственно… Сейчас это просто ручка флейка не будет? Да, сейчас вы просто запускаете флейк и просто запускаете пылинт. Или просто пылинт. До следующего недели я сделаю, или до последующего недели? Давайте посмотрим. А тут не написано. Нет, это уже до следующего. Да, 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 да. Просто оно маленькое. Вы просто вставляете. Единственное, что я забыл сказать. Черт, забыл сказать. Сейчас. Сейчас еще одну вещь скажу, и на этом закончим. А не скажу. Черт. Хорошо. Значит, смотрите, я пропустил пункт, который у меня был, но я его случайно стер. Настройка флейка. Давайте я его добавлю под весь в версии to do, и потом здесь напишу очень коротко потом, что я имел в виду. Что я хотел сказать, что необязательно, допустим, оставлять размер строки равной 79 в проекте. Вы можете положить файл .flake8 в ваш каталог и там указать другие параметры. Вот. А, тут написано. Видите? То есть в вашем видении либо пользоваться стандартным флейком, либо настроить его с помощью специального настроечного файла, который положить в репозиторию. Вот примерно так. Все. Если есть вопросы, задавайте. Я уже выжрал у вас и так время. Если нет, то давайте тогда до следующего раза. В следующий раз мы продолжаем про инструменты уже поддержки совместной разработки говорить. Хорошо? Все. Всего доброго. Да.